Здравствуйте, уважаемые студенты! Тема сегодняшней лекции – создание приложений с графическим интерфейсом Java NetPens. По плану рассмотрим следующие вопросы. Создание приложений с графическим интерфейсом, компоненты, свободное проектирование. Среды, позволяющие в процессе разработки приложений в интерактивном режиме размещать на форме компоненты и задавать их параметры, называются RAD-средствами. RAD расшифровывается как Rapid Application Development – быстрая разработка приложений. В NetBens и других современных средах разработки такой процесс основан на объектной модели компонентов, поэтому он называется объектно-ориентированным дизайном. NetBens является RAD-средой и позволяет быстро и удобно создавать приложения с развитым графическим пользовательским интерфейсом. Хотя языковые конструкции Java, позволяющие это делать, не очень просты. На начальном этапе работы с экранными формами и их элементами нет необходимости вникать в эти тонкости. Достаточно знать основные принципы работы с такими проектами. Среда. Quay Builder в среде IDEA позволяет создавать профессиональные графические интерфейсы без наличия знания о работе с диспетчерами компоновки. Проектирование форм можно выполнять путем простого размещения компонентов в формах в требуемых позициях. Создание проекта. Поскольку разработка Java в среде IDEA всегда выполняется в рамках проектов, сначала необходимо создать проект, в котором будут сохраняться исходные файлы и другие файлы проекта. Проект среда IDEA представляет собой группу исходных файлов Java и связанные с ними мета-данные. Несмотря на то, что приложение на Java часто составляется из нескольких проектов среда IDEA, в учебных целях предлагается собрать простое предложение, размещаемое в одном проекте. Для создания проекта, допустим, приложение «Контакт-эдитор» выполняется действие, описанное ниже. Выберите команду «Файл» «Новый проект». Также можно щелкнуть значок «Новый проект» на панели инструмента 3D IDEA. На панели категории «Выбрать узел Java» и на панели «Проекты» выберите приложение Java. Нажмите кнопку «Далее», введите «Контакт-эдитор», можно вводить любое имя в поле «Имя проекта», укажите местоположение проекта и устанавливайте флажок «Использовать отдельную папку для хранения библиотек». Убедитесь, что флажок «Установить как главный проект выбран» и очистите поле «Создать главный класс». Нажмите кнопку «Завершить», «Среда IDEA», «Создать в системе» папку «Контакт-эдитор» по указанным пути. Эта папка содержит все файлы, связанные с проектом, включая сценарий IND, папки для хранения исходных файлов и тестов, а также папку с метаданами проекта. Для просмотра структуры проекта используйте окно «Файлы» в среде IDEA. Создание контейнера JFrame По завершению создания приложения можно заметить, что папка с исходными файлами в окне проекта содержит пустой узел Default Package. Для продолжения процесса создания интерфейса необходимо создать контейнер Java, в который будут помещены другие требуемые элементы графического интерфейса. В этом действии будет выполнено создание контейнера с использованием компонента JFrame и размещение контейнера в новом пакете. Добавление контейнера JFrame В окне проекта щелкнуть правой кнопкой мыши узел «Контакт-эдитор» в данном случае, да, в вашем случае может быть там имя другой. И выбрать «Создать форму JFrame». Также в форме JFrame можно найти выбрать «Создать другую форму графического интерфейса Sphinx» в форме JFrame. Введите «Контакт-эдитор» в поле имени класса. Введите «MyNumberDation» в поле пакета. Нажмите кнопку «Завершить». Среда IDEA создает форму «Контакт-эдитор» и класс «Контакт-эдитор ОА». В рамках приложения «Контакт-эдитор ОА.Java» и открывает форму «Контакт-эдитор ОА» в среде GoA Builder. Обратите внимание, что пакет «MyNumberDation» сохраняется вместо пакета по умолчанию. При добавлении контейнера в JFrame на вкладке «Редактор ID» открывается новая форма «Контакт-эдитор ОА», чья панель инструментов содержит кнопки, как показано на рисунке. Форма «Контакт-эдитор ОА» открытая в режиме проектирования GoA Builder и три дополнительных окна автоматически выводимые по краям экрана. Среда IDEA позволяет пользователю выполнять навигацию, а также упорядочивать, редактировать формы графического интерфейса при их построении. Различные окна GoA Builder содержат следующие элементы – область конструирования. Основное окно – конструктор графического интерфейса, пользователь для создания и редактирования форм графического интерфейса, пользователь Java. Кнопка «Исходный код» панели инструментов позволяет увидеть исходный код класса. Кнопка «Проектирование» демонстрирует графическое изображение компонентов GoA. Кнопка «Журнал» предоставляет доступ к истории локальных изменений файла. Дополнительные кнопки «Панели инструментов» предоставляют быстрый доступ к часто используемым командам, например, переключения между режимами выбора и подключения, выравнивание компонентов, установка автоматического изменения размера для компонентов и предварительный просмотр. Навигатор обеспечивает представление всех компонентов, как визуальные, так и невизуальные, в приложении в виде дерева иерархии. Кроме того, окно «Навигатор» предоставляет информацию визуальных средств в поддержке о том, какие деревья в текущий момент изменяются средством GoA Builder и позволяет группировать компоненты на доступных панелях. Палитра настраивает список доступных компонентов с вкладками для компонентов JFC, Swing, AVT, Java Bands, а также диспетчеры в компоновке. Кроме того, существует возможность создания и удаления, изменения порядка следования категории отображаемых в окне палитры при помощи средства настройки. Окно «Свойства» — это отображение свойств компонента, выбранного в конструкторе графического интерфейса пользователя, окне «Навигатор», окне «Проекты» или окна «Файлы». При нажатии кнопки «Исходный код» — среда идеи, отображает в редакторе исходный код приложения на языке Java. Область кода, которая была автоматически созданием средств MGA Builder, будет выделена с этими областями, которые называются защитными блоками. Код в защищенных областях невозможно изменять в представлении Source. Функция «Редактирование» доступна в этом представлении только для кода на белом фоне окна редактора. При необходимости изменения кода в защищенном блоке щелкните кнопки «Дизайн» для возврата в окно Goi Builder редактора среды идеи, предоставляющие возможность изменения форм. При сохранении изменений среды идеи обновляет исходный код файла. Примечание. Для разработчиков доступен также диспетчер палитры, что позволяет добавлять нестандартные компоненты из файла jar в библиотек или других проектов. Для добавления пользовательских компонентов при помощи диспетчера палитры выбрать нужно сервис палитра компоненты Swing.AVT. Тут представлена простейшая программа с графическим интерфейсом в среде NetBenz. Заходим в файл «Создать проект», выбираем категорию Java, тип проекта приложения Java. Указываем имя проекта. Имя проекта необходимо задать по шаблону. Первый – это инициалы автора программы большими буквами. 0,1 – номер варианта. Далее идет знак подчеркивания, слово LAP большими буквами и номер лабораторной работы. Здесь можно, конечно, варьировать по желанию. При необходимости указываем новый каталог для расположения проекта и нажимаем кнопку «Готово». При создании приложения необходимо указать, что создавать главный класс не нужно, убрать соответствующую галочку, так как главный класс будет располагаться в окне. Устанавливаем курсор мыши на пакет по умолчанию. После этого нажимаем на этом пункте правую кнопку мыши. В появившемся контекстном меню выбираем новую форму «Арджи Фрейм». Указываем имя класса. Рекомендуется имя формы задавать по шаблону «Форма-1». Форма означает, что это форма. Первая буква большая – один номер формы в программе. Далее необходимо указывать имя пакета. Имя пакета необходимо задать по шаблону, где первый – это т.с. инициалы автора программы маленькими буквами. 0,1 – это номер варианта, далее идет знак «Точка», слово «Лаб» маленькими буквами и номер лабораторной работы. Нажимаем кнопку «Готово». Выделяем в окне проекта полученную форму «Форм-1». Простейший программ из пустого окна «Готово». Запускаем полученную программу «Выполнить запустить проект «Ф6». Появится окно для указания главного класса в программе. Необходимо выбрать класс именем формы и нажать «Ок». После этого запускается программа. В стандарт Java входят два пакета для создания оконного пользовательского интерфейса AVT и его настройки Swing. Компоненты Swing имеют расширенные возможности по сравнению с аналогичными AVT-компонентами, поэтому рассматриваются вот только они. Во-вторых, в отличие от AVT, компоненты Swing не содержат платформу зависимого кода. Контейнеры верхнего уровня, Java, Applete, главное окно Applete, G-Frame, окно приложений, G-Dialog, диалог приложений, G-Color Choress, диалог выбора цвета, G-File Choress, диалог выбора файлов и директорий, файл Dialogs, диалог выбора файлов и директорий. Простые контейнеры, G-Panel, простая панель для группировки элементов, включая вложенные панели, G-Tall Bar, панель инструментов, G-Scroll панель, панель прокрутки, позволяющая прокручивать содержимое дочернего элемента, G-Destop панель, контейнер для создания виртуального рабочего стола или приложения на основе MDI, G-Ditor Pane, G-Text Pane, контейнер для отображения сложного документа, как HTML или RTF, G-Tabit Pane, контейнер для управления вкладками, G-Splate Pane, контейнер, разделяющий два элемента и позволяющий пользователю изменять их размер. Следующие элементы управления могут использоваться как и контейнеры, как и простые компоненты. G-Button, кнопка, G-Text Box, кнопка, флажок, Combo Box, выпадающий список, Label, метка, надпись, лист, список, Password Fill, текстовое поле для скрытого ввода, Progress Bar, компонент для отображения числового значения в некотором диапазоне, G-Radio Button, переключатели радиокномки обычно используются с компонентом Button Group, Slider, компонент, позволяющий выбрать значения из заданного диапазона, Spiner, компонент, позволяющий выбрать значения из указанной последовательности, Table, визуальная таблица для ввода и отображения данных, Text Field, однострочный Text Field, в поле, Formatated Text Field, однострочное текстовое поле, позволяющий вводить значения в определенном формате, G-Text Area, многострочное текстовое поле, G-3, дерево. Спасибо за внимание. На этом наша сегодняшняя лекция завершилась. Далее мы продолжим эту тему на следующих наших занятиях. Субтитры создавал DimaTorzok